Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос. Ирина, давайте разберем его. Начать мне бы, пожалуй, хотелось с того, чтобы отметить факт некоторого непонимания, некоторого затруднения в понимании вашего последнего предложения, где вы пишете, что я не могу все оборвать, надеюсь, что возможно меняться и мне ему, только пока я не услышал. Смысл этого для меня немножко ускользнул. Теперь, в общем, знаете, вот, когда я читал ваш текст, у меня было ощущение, что вы, как-то вот, очень, знаете, как-то жертвенную, что ли, то есть, это ощущение, что вы все как-то делаете с надрывом. Такое у меня чувство возникло, честно говоря. То есть, у меня ощущение, что вы делаете все с надрывом, что вы с надрывом воспринимаете себя, что вы с надрывом делаете что-то для, там, своего молодого человека, хотя я, в общем-в общем-то, даю себе отсчет в том, что, ну, наверное, это не так, да? Вот. И обратите внимание, что вы пытаетесь, вы давите на своего молодого человека, да? Вы чего-то от него требуете, вы чего-то от него хотите, а он, в свою очередь, пытается спрятаться. То есть, вы здесь выступаете как таким, как такой агрессор, да? Такой вот, ну, может быть, ребенок, да? То есть, вы ведете себя здесь несколько по-детски, по-детски не в плане того, что это обязательно плохо, что вы ведете себя по-детски, а по-детски в плане того, что вы как будто бы не очень хорошо понимаете, чувствуете, может быть, свои желания, не очень хорошо понимаете и ощущаете то, что вам нужно, вот. Вы говорите, что, ну, собственно, это очевидно, что глобальная ваша проблема в том, что вас не слышат. Вас не слышат. И, ребят, ощущение своей значимости, ощущение, что мои чувства имеют какое-то значение, да? Ощущение, что, может быть, ко мне прислушиваются, ощущение, что со мной считаются. Вот этого ощущения, наверное, у вас нет. Это ощущение, что вы, ну, по факту, пустое место, да, получается. Или, может быть, не пустое место, прям вот, в прямом смысле этого слова, да, но, эм, очень неустойчивая у вас позиция, и самое главное, что вы не чувствуете того, что важны для своего молодого человека. Вы требуете от него, чтобы он вам давал вот эту, вот эту важность, чтобы он давал вам, ну, возможность почувствовать себя важной вы. Хотите почувствовать себя значимой. Наверное, о-о-о, при этом не совсем отдавал себе отчет в том, что... Ладность и, собственно, назначенность вы не чувствуете сами по себе. Вы ее не чувствуете, потому что сомневаетесь в себе, потому что, эм, вот, в цепочке моих чувства и выражения моих чувств, да, присутствует некоторый такой, эм, костыль в виде, эм, ну, в виде реакции человек, скажем так. То есть, видите, у вас, эм, есть, эм, ну, такое, требование-требование, то есть вы, эм, требуете, как будто бы, эм, от, эм, ну, от мужчины, да, вот, от партнера, эм, вы, вы, вы требуете, эм, эм, какого-то, эм, определенного победителя. То есть вы все говорите, что он, там, должен меня, вот, эм, слушать, он должен, там, обращать на меня внимание, он должен, эм, значит, вот, там, ну, вести себя определенным образом по отношению ко мне. И, когда, этого он не делает, то я обижаюсь, мне неприятно. Я чувствую себя, там, брошенное, чувствую себя ненужное и так далее. То есть это, в общем-то, такая вот, на мой взгляд, я бы сказал, ну, перекрестная проблема, конечно. Вот, это, это, это именно вот, что он, ну, это именно, что такая вот, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ пройдёмся с вами по порядку, чтобы нам не всё разобрать. Итак, живём вместо пищевой, ну смотрите, я готов здесь обратить ваше внимание на то, что вы не женаты, т.е. вы не замужем, он, соответственно, не женат на вас, вы просто вместо живёшь. Т.е. это такие вот ничему не обязывающие отношения на данный момент, и не то чтобы я считаю, это однозначно плохо, а просто когда люди живут вместе, но при этом не оформляют официально свои отношения, здесь достаточно большая вероятность того, что люди боятся. Т.е. вот кто-то из партнёров, да, он боится ответственности, боится близких отношений, ну таких вот действительно близких отношений боится и в общем-то ищет для себя получить с одной стороны то, что хочется, это нахождение в отношениях, а с другой стороны это не выйти из какой-то консорта, т.е. например, не взяв на себя обязательства, не оформив там отношения, ну официал, да, потому что, условно говоря, я боюсь. И вот здесь важно понимать, что вы довольно сознательно, мне хочется верить, по крайней мере ребята, вы довольно сознательно сделали этот выбор, я имею ввиду вы сделали выбор, значит, выборов, выборов такого мужчину, вот, который, ну вот, да, не очень, по вашему мнению, серьёзно относится к жизни, вот, и который в общем-то преследует цель, да, просто спрятаться от мира и всё. Опять же, нельзя сказать однозначно, что это прямо плохо, да, нельзя сказать. Нельзя сказать, что это прямо однозначно, ну ужасно, что так, ну, что так нельзя, ну вот, просто вам это, мягко говоря, не подходит, вам это не подходит, вот, вам такая постановка вопроса не нравится, вот, ну, в принципе, вполне имеете право. Дальше, процесс совместной жизни медленно, но верно пришли к тому, что одолели друг от друга от друга. Ирина, ну, здесь вы, вот, знаете, я бы сказал, что здесь вы в некоторой степени лукавит немного, потому что, ну, что это значит, мы пришли к тому, что одолели друг от друга. Ну, это немножечко странная позиция, потому что нет никаких мы, вот, именно мы никаких нет. есть вы, лично вы, есть лично, есть лично молодой человек, но никаких вас, вот в прямом смысле этого слова, никаких вас нет. И, в общем, в целом, ну, быть, наверное, не может. Потому что, когда идёт мы, то личный выбор человека, он, ну, я бы сказал, в какой-то степени личный выбор человека не знает игнорироваться, поэтому я бы сказал, что вы пришли к тому, что выбрали для себя отдалиться от, значит, ну, отдалиться от мужчины, от своего молодого человека. Вы выбрали от него отдалиться. Знаете, какая штука? Я не говорю, что это, знаете, как, вот, однозначно плохо, да, я не хочу сказать, что это прям, прямо плохо. Я хочу сказать, что это прям, прямо ужасное что-то. Нет. Я так сказать не хочу. Но я хочу, чтобы вы понимали, что решение, вот, решение, решение, ом, отдалиться, да, было и ваше, ваше. Это очень, это очень важно понимать. Очень важно отдавать себе верность от всё, что вы выбираете так действовать. Дальше. Ооо, значит, так, ооо, почему вы отдалились? Вопрос, который наверно на вас волну. Ну, по общему правилу, да, по общему правилу, значит, вследствие чего и как происходит отдаление, ну, между людьми. Я бы сказал, что отдаление происходит по той, на мой взгляд, достаточно простой причине, что у вас недостаточно общим. То есть, вот, когда вы начали встречаться, когда у вас появились, ну, друг к другу чувства, когда вы начали взаимодействовать друг с другом, вот. А я бы сказал, что, ооо, вы взаимодействовали друг с другом несколько однобок. Вот это вот однобокое взаимодействие и привело к нам, что в тот момент, когда вы оказались вместе на такой довольно постоянной основе. вам стало фактически очень тяжело, вот. Потому что, может быть, вы, эм, хорошо взаимодействовали, как, как, ну, как мужчина и женщина. Ну, я не знаю, да, я просто говорю, эм, как бы, о том, что, может быть, себя не утверждают наверняка. Значит, эм, ну, вы достаточно, ээээ, вы достаточно, ээ, плохо можете, эээ, ладить, эээ, как, эээ, лично, ээээ, как личностный партнёр. Именно межличностное взаимодействие между вами, ну, в принципе, может хромать, в принципе, может хромать, понимаете, да, что я имею ввиду? То есть, одновление происходит из-за этого. Так получилось, что в многие моменты, особенно когда мне нужна поддержка, когда-то тяжело, я проживаю это всё равно. Ну, смотри, вот здесь всё выглядит следующее. То есть, да, конечно, вы можете ждать, вы можете ожидать, что, ну, мужчина и вообще близкий человек вас поддержит. Да, вы можете ожидать этого, но всё равно это скорее-скорее по желанию, то есть, это не обязанность человека вас поддерживать. То есть, он может вас поддерживать, а может, в принципе, вас и не поддерживать, если не хочет. Вот. Важно, что вы как будто бы от этого зависимы. То есть, вы не можете без того, чтобы вас не поддерживать. Таким образом, вы становитесь зависимыми, на мой взгляд. И это, опять же, на мой взгляд, недопустимо. Получается, что, первое, вам в силу некоторых трудностей и проблем бывает тяжело, бывает сложно. Сами, со своими чувствами вы не справляетесь, со своими эмоциями, со своими переживаниями вы не справляетесь сами. Вы перекладываете ответственность за это на своего партнёра, вот, ну, на близкого. Но, при этом, что интересно, да, самого партнёра, вы выбираете такого, который не может дать вам таблицу. То есть, ваш партнёр не способен предоставить вам желание. Вот видите, какой здесь парадокс. Я чего-то очень хочу. Я, вроде как, этого требую. Но, при этом, я выбираю такого человека, который дать мне это не может. И, когда я сталкиваюсь с тем, что человек мне этого дать не может, я обижаюсь, начинаю испытывать какие-то чувства другие, которые мне в обычной жизни, мягко говоря, не свойствуют. Ну, или вы так думаете, что вам это не свойствует. Вообще, почти всё время играет. Ну, то есть, уходит в реальность, да, в виртуальную реальность, уходит молодой человек. Вот, ему там лучше, да, спокойно, да, так он снимает тревожность. Нужно сказать, что вы, я вас ни в коем случае не хочу обвинять, но вы вряд ли, вряд ли уменьшаете вот этот вот уровень его привозности. Скорее, на мой взгляд, возможно, вы, даже этот уровень тревожности повышается. Вот, возможно. И момент этот достаточно важен. То есть, достаточно важен этот момент, что уровень тревожности молодого человека вы не снижаете. Скорее, увеличивается. Опять же, здесь нет у меня цели вас обвинить, я вас не обвиняю. Просто хочу сказать, что, как бы здесь идёт, ну, на мой взгляд, такая, знаете, взаимная какая-то вот неудовлетворённость, как будто бы. И молодой человек хочет, чтобы всё было спокойно. И вы хотите, чтобы всё было спокойно. Вот. Ну, как-то вот у вас никто не получает в отношениях того, что он хочет. Я нашёл свои интересы, но мне один одиноко в моральном плане. Вот. Есть такой момент. Любой человек хочет внимания. И любой человек имеет, как бы, ну, все основания. Внимание получит. Но, в вашем случае, возникает ощущение, что вы от, эээ, от внимания или независимого. В вашем случае, возникает ощущение, что вы не можете без внимания. Со стороны молодого человека. А этот. Достаточно стрелок. Эээ. Нуждаться во внимании и хотеть внимания, как, естественно, но весьма необязательной, ээ, истории. Вполне окей. И делать что-то, естественным образом, эээ, получая внимание, от этого, тоже вполне себе окей. Но просить внимание, ээ, чувствовать себя хуже, из-за того, что, там, допустим, этого внимания вы не получаете, что, это, конечно, эээ, на мой взгляд, достаточно серьезно. То есть, это достаточно серьезно свидетельствует о том, что вы, эээ, вероятно, эээ, вот, ну, эээ, себя не принимаете. То есть, эээ, скорее всего, эээ, есть, эээ. Ну, у вас, ээээ... есть, ээээ... Некоторые моменты, которые вы себе сами не принимаете. Вам с этим тяжело, вы пытаетесь заместить это, эээээ... вниманием другого человека, то есть что-то сами вы себе, например, чувствовать, испытывать, проживать, переживать, запрещать, но вот требовать это от другого человека вполне возможно для вас. При том, что вы не особо интересуетесь, может ли человек дать вам то, что вы хотите, есть ли у него для этого ресурсы, давать вам то, что вы хотите или нет. В ответ слышу, что он и док постоянно рядом, какое внимание – ну, у человека есть своё понимание, конечно, есть своё понимание какое-то, понимание внимания, понимание какой-то такой, может быть, обратной связи, которую вам он может давать и т.д. То есть это история про то, для кого что приемлемо, я бы сказал. Далее смотрите, что вы пишете. Вы пишете «Я устала проговаривать все, что меня беспокоит», и сказала, что он имеет право заниматься тем, что нравится, но я так больше не могу. Вот понимаете, здесь в какой-то степени идет родительская позиция. Я устала проговаривать. То есть имеется в виду, что если я что-то проговариваю, то ты должен как-то на это реагировать. А если ты не реагируешь никак, то, соответственно, я применю к тебе или к себе определенный мир. То есть это вот выражение чист, ну скажем так, ради реакции другого человека. Вот. При том, что вы вот вроде бы проговариваете, да, то, что вас беспокоит. Вроде бы проговаривает. Но при этом не совсем понятно, какой эффект от этого, от того, что вы проговариваете. То есть, ну, например, делаете ли вы что-то с тем, что, ну, что-то с тем, что проговаривает это? То есть, ну, вот именно делаете ли вы что-то? То есть, корректируете ли вы как-то, значит, свою, ну, свою вот модель поведения, да, помогаете ли вы себе как-то? Да, да, то есть, вот такие, такие, такие достаточно важные моменты, я бы сказал. Вот. С ними здесь некогда, да, не совсем, все так очевидно. Вот. То есть, это такая, пока что не очень ясная история, да, то есть, какие чувства вы проговариваете, то что вас беспокоит, как и так далее. Пока это похоже на некоторую тревожность, которая, значит, снимается вами за счет такой вот, я бы сказал, слабенькой агрессии, которая, в свою очередь, становится возможной благодаря некой обиде, обиде, которую вы испытываете. Так, значит, я устал проговаривать, меня беспокоит, когда он имеет право заниматься тем, что мне нравится, но я так благодаря так больше не могу, и снова не услышано. Видите, здесь, эээ, Ирина, у вас, эээ, требования, эээ, к человеку, что вы должны, должны быть услышаны. Эээ, при том, эээ, при том, что вы вроде бы говорите, эээ, он имеет право заниматься тем, что он хочет, но вы так больше не можете. Эээ, человек, эээ, собственно, продолжает заниматься тем, что он хочет, да, тем, что он хочет, он продолжает заниматься. Вы на это обижаетесь. То есть, по сути, эээ, здесь вы, ну, демонстрируете, я бы сказал, эээ, некоторую неаутентичность, эээ, своей позиции. То есть, вы говорите одно, эээ, ну, как бы, как бы, эээ, получается то, что хочется, эээ, вам, эээ, несколько другого. Получается, что ээээ, ожидаете, ждете вы немножко другого. То есть, вот эта позиция, что я так больше не могу, это, а за, а тебе так больше не могу, помоги мне. А помогать вам, эээ, молодой человек не собирается, и вы, как бы, опять обижает. Вот. Понимаете, эээ, в чем здесь вот, я бы сказал, эээ, некоторая такая, такая трудность, эээ, на мой взгляд, да? То есть, трудность, эээ, в том, как вы, эээ, выражаете, свои чувства. Я бы, я бы сказал, что вы выражаете вы их несколько, несколько, эээ, деструктивно. Я бы сказал, что вы выражаете их несколько, эээ, рыкотно. Я бы так это выразил. Вот. А заранее прошу меня изменить, если вам это, эээ, будет, ну, как-то вот, эээ, неприятно. То есть, то есть, то есть, то есть, что я сказал. Вот. Ну, обидеть вас я не хочу, просто нужно, эээ, действительно здесь разбираться, эээ, ну, разобраться в, эээ, себе, в первую очередь, вам. Вот. Потому что ситуация достаточно серьезная, серьезная тут. Дальше. Я не очень хорошо умею описывать свои ощущения. Ну что ж, ну, этому можно вас научить. Мне всегда казалось, что это должно идти легко в паре. Ну, вот, должно идти в паре, да, легко, должно, должно легко идти. Это установка, это некое, некое требование, которое у вас имеет, имеет место быть. При том, при том, что, эээ, когда данное требование, требование, эээ, не, не оправдывается, когда данное требование не удовлетворяется, вы начинаете испытывать негативные эмоции. То есть, эээ, если вы, эээ, не очень хорошо, эээ, умеете описывать свои чувства, да, то, с чего бы выражению чувств идти легко в отношениях? При условии, что, ваш молодой человек, ээ, он, как бы, ну, тоже не, эээ, настроен особо на то, чтобы свои чувства выражать. То есть, мы, по сути, мы здесь, эээ, говорим о, некой такой, такой, идеалистической, эээ, концепции отношений, вот, которые вы сами нарисовали в своем сознании, но, к сожалению, к сожалению, эээ, реально не сделали ничего, для того, чтобы это стало реальностью. Потому что, эээ, партнер, для такой модели, не очень подходящий. Ну, и, ваше, эээ, ваше поведение, ваша, эээ, степень, оформленности для такой модели, эээ, отношений, тоже, я бы сказал, не совсем, чтобы, эээ, ну, не совсем, эээ, подходящий, скажем, скажем, эээ, прямо, скажем так. Дальше, эээ, так, эээ, теперь решаем, для кого оно не получается решать. Потому что вы не решаете, вы, эээ, вы требуете от друг, эээ, от другого человека сделать то, что вы хотите. Сами вы не решаете. Потому что вы не решаете. То есть, эээ, все, в общем-то, эээ, все логично, эээ, все хорошо. Эээ, не решается, потому что, ну, потому что вы не решаете. Вот. А вы ждёте, по моим ощущениям, да, вы ждёте, что, эээ, решат, эээ, заааа вас. Вот. У меня такое ощущение. Вот здесь. Дальше. Дальше. Так, ээээ, я прошу внимание, но, не постоянно, но, тем не менее, я слышу, что хочу полностью лишить его хобби. Я думаю, вы нарушаете личные границы человека. Плюс, эээ, у вас здесь, эээ, навыки, эээ, бесконфликтного общения отсутствуют. Я, вроде, эээ, поясняю внятно. Мне тяжело слышь, но развая из мухислава. Понимаете, эээ, проблема, эээ, эээ, ваша совместно, например, или только, ээээ, ну, например, молодого человека, либо вас. Я не знаю, но, эээ, по какой-то причине мужчина воспринимает, эээ, вашу, эээ, вашу фразу, о том, что вам, эээ, тяжело, как такое, знаете, некоторое, ну, обвинение, эээ, обвинение, что-то. И, конечно, было бы весьма, эээ, интересно и весьма, эээ, полезно, эээ, поисследовать, эээ, откуда вот это вот, ээээ, чувство вины, эээ, возникает. То есть, эээ, как, вот, ээээ, ну, как получается, да, что, ээээ, появляется это чувство вины, как получается, что, ээээ, ну, что, мужчина видит в этом какую-то для себя угрозу. Угроза. Хотя, вроде как, угрозы никакой особо нет. Ну, такой. Слышит так, я уже не знаю, что делать. Тогда, смотрите, эээ, мужчина, получается, обесценивает, эээ, вашу, эээ, ваши чувства. А вы на это реагируете, ну, достаточно болит. А, нет, я не считаю, что вы должны на это реагировать по-другому. Вот. А, я говорю о том, что подобная, ээээ, подобная реакция для меня, подобная реакция на ваши переживания для меня не выглядит, ээээ, случайной. Подобная реакция для меня выглядит, ээээ, скорее, закономерной, чем случайной. Потому что, на мой взгляд, по моему мнению, эээ, вы выбрали, может быть, бессознательно, эээ, может быть, ээээ, осознанно, но с какой-то, ну, смотря, смотря в какой, да, пози, эээ, позиции. Вы выбрали такого мужчину, который обесценивал бы ваши, эээ, чувства. И он это делает. И делает он это, ну, вполне великолепно. Он великолепно обесценивает, эээ, ваши постпереживания. Так, я уже не знаю, что делать, эээ, что делать, чтобы что. Думаю, обратиться к психологам для более открытого разговора, открытого разговора про что. Но не знаю, с чего начать. Ну, мы можем начать с выбора специалиста и эээ, договора о консультации. И на консультации уже можно будет посмотреть, эээ, что и как. Можно ли ещё как-то начать разговор в СМЧ, чтобы чувствовать, чувствовать, что он услышал меня. Нет, понимаете, эээ, вот ощущение, что, эээ, кто-то вас, эээ, слышит, да, вот именно вот это чувство. Оно, эээ, к сожалению, не связано с ээээ, ну, с человеком. Конкретно с человеком. Это ощущение, оно только ваше, к сожалению. И если вам недостаточно того, что молодой человек делает сейчас, то вы, эээ, скорее всего, испытываете тревогу в какой-то степени. Эээ, если вы испытываете тревогу в тревогу, то, опять же, скорее всего, вы будете испытывать тревогу постоянно. Ну, пока у вас есть, эээ, внутренние основания для неё. Потому что, даже если молодой человек будет вести себя лучше, эээ, у вас, эээ, будет страх, что он может, эээ, ну, таким образом вести себя перестать. То есть у вас, эээ, может быть, эээ, переживание, что человек, ээээ, ну, опять скачется в, эээ, ну, вот, в, эээ, предыдущую модель, модель поведения, да. Вот, эээ, дальше. Эээ, можно ли начать разговор с МЧС? Эээ, начать разговор можно, но, эээ, не с требованием. То есть, вот, то, что вы, эээ, делаете, эээ, сейчас, это требование. На мой взгляд, да, это именно, что, эээ, на, ну, это какой-то, какой-то императив, императив, который, эээ, звучит, ну, вот, собственно, таким образом. Ты должен, ты обязан меня услышать. Я хочу, я требую, чтобы ты меня услышал. При том, что, вот это, вот, морально, эээ, моральное одиночество, которое вы испытываете, оно явно здесь, эээ, имеет, эээ, вашу, имеет, эээ, в основе своей, эээ, вашу собственную проблематику. И, работать нужно вам, в первую очередь, с ней. Вот, во многом, эээ, для того, что люди, особенно не очень зрелые люди, эээ, несколько, эээ, ну, несколько негативно реагируют на, эээ, сверхмотивацию. То есть, эээ, сверхмотивированное желание для незрелого, не совсем эээ, устойчивого человека, эээ, выглядит, как давление. Понимаете? Давление на небо. И, ээээ, это тоже нужно учитывать. Ээээ, я не считаю, поймите, пожалуйста, я не считаю, что вы, ээээ, что-то должны. Как бы. То есть, я думаю, что, ну, вы, вы не можете, вот, на данный момент, вы просто не можете идти сюда по-другому. Ну, мне так же думается, что, эээ, тоже расставание, да, оно особо, эээ, ну, ничего не даст. Да, как бы. То есть, то же расставание, оно, эээ, не решит вашу проблему. Прямо что проблема в вас, ну, в какой-то степени, да, то есть как бы 50% ответственности вот лежит на вас, вот. И это нужно учитывать в обязательном порядке, вот. Дальше, чтобы, так, можно как-то назвать разговор, чтобы он меня услышал, как описать свои чувства и постоянность себя. Вот, понимаете, какая штука? Значит, чтобы он услышал никак, человек либо может услышать, либо нет, если он не слышно, либо не хочет, либо не может, что, в принципе, одно и то же, да. Как описать свои чувства? Ну, например, можно использовать технику «Я сообщили», вот. А вообще нужно последовательно разбираться в своих ощущениях, чтобы уметь правильно их выражать, вот. Так что я думаю, что прежде чем описывать, да, ну, не вообще понять, о чем идет речь. И делать это так, чтобы не чувствовалось какого-то обвинения, потому что вы, когда описываете свои чувства, вы что-то требуете. И человек это чувствует. Нужно учиться выражать свои чувства так, чтобы другой человек не чувствовал какое-то давление. Вот. А если он и ощущает давление, то вы могли с уверенностью сказать, что это исключительно его, как бы, как бы, проблема, что это исключительно его особенность, его трудности. И вы здесь, вообще-то говоря, ни при чем. То есть чтобы, например, если партнер чувствует вину, да, вот, то, соответственно, что это его проблема вообще-то, ведь ничего-ничего. Не требуется вы просто говорить и говорить о том, что вас беспокоит. Что, в принципе, вполне нормально. Вот. То есть глобально основная проблема заключается в том, что вам необходимы какие-то действия со стороны партнера. Без этих действий вы не можете. Вы не можете без этих действий. Вы не можете без того, вот, ну, без некого, не знаю, требования, что ли, по отношению к человеку. И в этом, на мой взгляд, такая достаточно серьезная проблема. Т.е. вот, ну, требую от человека чего-то, требую от человека чего-то. Вы, ну, не приближаетесь, скажем так, к тому, чтобы это получить. Вот. Я вам могу сказать, это со 100% уверенностью. Дальше. Какого внимания мне не хватает? Скорее, женского. Т.е. вы не чувствуете себя женщиной. И, чтобы чувствовать себя женщиной, вы нуждаёте свои реакции мужчин. Ну, а здесь я бы сказал, что, безусловно, вот, ну, безусловно, какую-то, ну, скажем так, какую-то гендерную принадлежность, гендерную составляющую человека никак не определяют, какой-то, ну, какой-то конкретный представитель пола, да, другой. Вот. И если вам, если вы не чувствуете себя женщиной, то это, в первую очередь, неуверенность в себе самой. Почему-то. Вот. Это какое-то, может быть, ну, это какое-то становление, становление условий себя. То есть, я буду женщиной только если, там, мужчина будет, ну, вести себя, да, ну, каким-то определённым образом, ну, например, например, вот, я не говорю, что, что это обязательно, ну, вот, так, так, это несколько видится, видится мне. Ну, на мой взгляд, ну, так это мне видится, так это ощущается, так это чувствуется. Вот. Дальше. Я очень просил постоянно проводить время со мной, у меня много увлечений от работы, экстеги, спорт, постоянно обучаюсь по работе, меня просто волнует, что идет в принципе либо все, либо ничего. Ну, во-первых, чем вас это волнует и чем вас это беспокоит. Это первое, что важно отметить. Второе, что важно отметить. то нет ли у вас такой вот тенденция, потому что, ну, лично, лично я, лично я, что-то такое вещь. То есть у вас тоже, на мой взгляд, есть этот элемент, что либо все, либо ничего. Еще раз повторюсь, я вас не обвиняю, не в чем, нет, цель вас обвинять. Ну, на мой взгляд, обратить внимание на эту, ну, на эти вещи необходимо. Потому что это, как, напрямую касается вас, это то, как вы не выстраиваете отношения, при том, что говорите вы одно, ну, декларируете вы одно, именно декларируете вы одно, а по факту там получается немножечко, немножечко другое. И вот подобный, подобный, подобный диссонанс, да, подобная такая вот диссонирующая история, на мой взгляд, ну, все-таки требует какого-то выравнивания. Чтобы, чтобы не было диссоциативных таких вот, ну, диссоциативных моделей. Вот, понимаете, какая штука, какая штука. Далее. Так, либо я должен ходить возле тебя ПЦ, либо ухожу в свое лечение. Мне не хватает поддержки, простого обнимания, разговоров, хоть и нагло, и нагло. Ну, смотрите, во-первых, здесь у вас сложно с принятием партнера, да, у вашего партнера есть ресурсы. И этих ресурсов не хватает для того, чтобы давать вам то, что нужно. Вы требуете это от него. Значит, то есть, ну, выходить от него не получаете, вот, и никак по-другому свои проблемы не решаете. А вам, со своей, вот, стороны, со своей стороны, вам, ну, достаточно важно определить этот момент, да. Как, вот, получается, что я нуждаюсь, я нуждаюсь в, вот, эти, ну, в этом во всем, грубо говоря. Вот, то есть, это, ну, на мой взгляд, это очень серьезная история, на которую нужно обратить, обратить самое причинное вам внимание, потому что, ну, это важно. То есть, с одной стороны, с одной стороны, вы, безусловно, можете рассчитывать на внимание со стороны вашего партнера, с другой стороны, делать это внимание, обязательно, необходимым для себя условием, значит быть зависимым. И вот уже зависимость, это та самая, самая сложность, с которой вы, ну, сталкиваетесь, на мой взгляд. Да, та сложность, с которой вы, ну, та сложность, с которой вы сталкиваетесь, та сложность, с которой вы не можете, образно говоря, справиться. Вот. То есть, вот, в чем, собственно, сложность, а, в чем, собственно, трудность здесь, на мой взгляд. Вот. Понимаете, значит, что я имею в виду. Дальше. Я вижу, что у нас совсем разные интересы и цели. Я хочу двигаться дальше, делать что-то раз, он хочет справиться в мире, потому что ему там легко, как он сказал. Ну, я думаю, что это его право, это его выбор, если он этого хочет. Вы сейчас, как мне кажется, столкнулись с тем, что узнаете своего молодого человека лучше, и вам это не нравится, то, что вы видите. Я вас понимаю, но, нет, на самом-то деле, не худший вариант, когда вы узнаете своего партнера, когда вы, ну, видите, что, что ваш партнер. Представляет из себя, когда вы видите, какой он партнер. И вы можете уже сделать о нем определенный вывод. О партнере, я имею в виду. Так что, на мой взгляд, ну, это, на мой взгляд, это совсем неплохо. То, что вы получили возможность узнать, что вы рады со своим молодым человеком. Пускай это и неприятно. Может быть, может быть, у вас была надежда, что мужчина изменится, может быть, у вас была надежда, что человек станет другим со временем, но этого не произошло. То есть, тут тоже есть определенный такой вот нюансик, да, связанный с тем, насколько вы, ну, адекватно воспринимаете мужчину, насколько вы, ну, адекватно воспринимаете своего партнера и насколько вы, ну, может быть, адекватно его принимаете, принимаете, принимаете его таким, какой он ваш партнер есть. Это точно такой вот, такой вот, на мой взгляд, достаточно важный момент. Вот. Ну, ну, на мой взгляд, на мой взгляд. Так, давайте дальше, значит, так, я не хочу отношений для того, чтобы просто присутствовать друг у друга в жизни. Но я не могу так заборвать, надеюсь, что возможно меняться и мне не будет, только пока я не услышал. Ну, не очень понятно, я повторюсь, что вы здесь говорите, но я могу с уверенностью сказать, что ощущается некая жертвенность. Вот, чувствуется некоторая жертвенность в том, что вы говорите. То есть, просто в отношениях, чтобы присутствовать, я не хочу. Расставаться тоже не хочу. Ну, так, вы, вам, наверное, нужно понять, что вы хотите, вам нужно, наверное, отделить, вот, ну, отделить, в какой-то степени себя от мужчины, да? Отделить, ну, вот, то, что вы чувствуете по отношению к нему и то, что вы чувствуете по отношению к себе, потому что вещи это разные, мягко скажем. И уже, вот, тогда, возможно, тогда уже вы могли бы несколько лучше выстраивать свою модель поведения, если вы, ну, более качественно, да? Разграничивали то, что вы хотите для себя и то, что вы хотите для своего партнера. Мне кажется, что он, ну, вот, такой подход, он был бы весьма и весьма хорошим для, ну, для вас, такой подход был бы весьма и весьма качественный, кстати. Вот, ну, вот, ну, и что еще я могу сказать, да? Я могу сказать, что вы, на мой взгляд, так и не определились с вопросом, да? То есть, все, что вы хотите, сейчас вы просто спрашиваете, как себя отстоять и так далее. Но, как я и сказал, что, значит, выражать свои чувства – это одно. Отстаивать свои границы – это другое. То есть, не нужно путать выращение чувств и угрозы. То есть, если вы, ну, если вы чувствуете угрозы, если вы чувствуете, что вам угрожают чем-то, то это немножко другое. Это, я не знаю, к счастью это или к сожалению, но это другое, это не связано с выражением чувств. Вот. И, говоря о нарушении, говоря о нарушении границ, да, вот, ну, именно границ. Говорят вам, что граница нарушается, ну, вот, как вы говорите, что, ну, вот, что отстоять себя, да? То есть, необходимость оставить себя, вот, как правило, тогда, когда, ну, личная граница нарушена. Соответственно, я вижу нарушение личных границ и у вас тоже. То есть, я вижу, что и вы личные границы также нарушаете. Нарушаете вы личные границы своего, ну, своего молодого человека. Хотя, я и, ну, предполагаю, что, вероятно, вам, ну, будет, вот, в какой-то степени неприятно слышать то, что я говорю. Вот, поэтому все у вас в кучу, вот, все у вас, ну, у вас все много, много в кучу, вот. И надо бы это, ну, как бы, из кучи надо бы это все разобрать, да? То есть, чтобы, чтобы это не было в кучу, в кучу, в кучу. Вот, так как, ну, так как сейчас, понимаете, какая штука. Вот, так что, вот на это, на эти моменты, я надеюсь, смог обратить ваше внимание. Надеюсь, что смог обратить ваше внимание. Вот, на этом все. Я надеюсь, значит, что он помог вам. Вот, ага, я надеюсь, что вам это был Полина. Вот, я, ага, значит, полина. Желаю вам дачи, я желаю вам всего самого доброго. Я надеюсь, что над отношениями, в первую очередь, над самой собой вы будете работать. Вот, всего вам самого доброго. И удачи! Субтитры сделал DimaTorzok